Добрый вечер! Ваш выбор телеканал Узбекистан Тарахэл в эфире передача на перекрестках истины. Сегодня мы будем беседовать на тему происхождения татар Татарстана и их появления на территории Узбекистана и пищевая культура. Знакомьтесь с моим собеседником. Главный научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований доктора исторических наук Национального центра археологии Академии наук Республики Узбекистан Зононова Гульчех Рашавкатовна. Рада вас видеть, Гульчех Рашавкатовна. Здравствуйте! Гульчех Рашавкатовна, расскажите, кого называли и сейчас называют татарами? Нужно сказать, что история происхождения татар это очень сложный вопрос, сложная проблема и доказательство этому служит, во-первых, то, что на сегодняшний день существует очень много версий о происхождении татарского народа. И эти две версии можно уложить, по моему мнению, в две основные теории, которые называются болгарская и ордынская теории. Об ордынской теории происхождения татарского народа можно прочитать на международном татарском портале Татарлар, где отмечается, что еще где-то 2000 лет до нашей эры, на территории центральной Евроазии, где был очень теплый, такой уютный, хороший климат благоприятный. На территории растянувшейся, на пространстве растянувшемся между Европой и Китаем проживал народ, который называли Тахары. Этот народ проложил в великий шелковый торговый путь и вдоль дороги построил свое многочисленное поселение. Ряд исследователей считает, что Тахары появились 6,5 тысяч лет тому назад, и доказательством этому являются артефакты, найденные в буддийских хранилищах тахар. Например, изображение женщины-тахарки и изображение мужчин-тахар на фресках. И вот мужчины, они представлены, их облик на этих фресках представлен как люди такого европеоидного склада с светлыми глазами и волосами, с цветными одеждами и длинными мечами. Государство Тахарастан было образовано в 3 веке до нашей эры тахарами, и уже к 7 веку нашей эры оно насчитывало в своем составе 27 княжеств, которые подчинялись тюркам. И нужно отметить, что уже в 13 веке государство Тахарастан переходит в состав Золотой Орды. К 5 веку нашей эры на северо-востоке Монголии и Маньчжурии появляется и становится известным такое воинственное племя Тата. Многие выначальники татарского государства происходили из этого племени, и люди, которые принадлежали к этому племени, они назывались Татан, Татар, Тартар. И нужно сказать, что вот как раз это государство татарское, оно называлось Золотая Орда. И слово Татан означает во многих стародревних языках народов Центральной Азии тянуть тетиву. А в древнегреческих языках слово Тартар означает ад, бездна и царство холода, тьмы, расположенные на севере. И даже вот когда в 13 веке хан Батый напал на народы Европы, они очень хорошо знавшие греческую культуру, мифологизировали войска Батыя, которые состояли из татар с людьми, которые вышли из ада Тартар. Еще нужно сказать, что в этнографической литературе в 19-м начале 20-го века этнографы отмечали, что в 19-м начале 20-го века слово Татар ассоциировали они его с тюрко-персидским словосочетанием. Это Тар означало скала, гора, и Ар — это мужчина, житель, человек. Понятно. Какие еще версии существуют о происхождении Татар? Еще существуют версии, как я уже сказала, вторая версия — это болгарская версия. К ней примыкает, можно сказать, ее поддерживает ученый Максимов. Он говорит о том, что современные татары, они произошли главным образом от той части чувашского народа, которая обитала на берегах, левом берегу Волги. Академик Закиев, тоже поддерживающий вот эту болгарскую теорию, отмечает, что современными учеными установлено, что не менее 2000 лет тому назад на севере Китая стало известным племя Тата, о котором я только что говорила. И они вот это племя Тата называли «грязные варвары» сначала по-китайски, потому что они его недолюбливали и были соперниками этому племени. Ну, нужно сказать, что слово «татар» оно еще также появляется и в рунических источниках. Это, например, «от из татар» термин, это в руническом источнике, посвященном Кюль-Теги, но это VIII век. И также еще есть термин «девять татар» — «тук из татар» — это рунический памятник Моюнчуру. И уже в том же самом VIII веке этот термин «татар» тоже фиксируется также и в составе Кимакского государства, которое существовало с VIII века по XI, и оно располагалось на территории Западной Сибири между Иртышом и Уральскими горами и было основано на месте Уйгурского каганата. А каким был этнический состав Кимакского государства? Ну, этнический состав Кимакского государства включал в себя семь племен — это Эймюр, Эмек, Кипчак, Татар, Баян-Дуз, Ланикас и Аджлар. Ну, есть легенда в связи с этим, можно вспомнить легенду, в которой говорится о том, что когда-то царь Кимакского государства, царь татар, умер, и он оставил после себя двух сыновей — старшего сына и младшего сына. Младшего сына звали Шат, но Шат не смог завоевать это государство, его захватил старший сын, и поэтому младший сын, он завидовал и хотел убить своего старшего брата, к сожалению, так бывает, и не смог это сделать, было это неуспешным, и бежал в страхе от того, что может быть убит тоже за это покушение, в другие края, и взял с собой гробыню-любовницу, и они пошли в дальние края, значит, пришли в край, где было много деревьев, была большая река, дикие звери, ну, они там стали охотиться, жить, поживать, и через некоторое время к ним пришло семь родственников татар, это вот те племена, которые я называла, это Эмюр, Эмек, Копчак, Татар, Ланикас и Аджлар, и когда они пришли туда, эти люди, они пасли скот других господ, но они пришли в то место, где был шад, для того, чтобы найти другие пастбища с травой, и они, когда к ним навстречу вышла рабыня-любовница, она сказала, Иртыш, остановись, то есть вот на именовании реки тоже так называется, Иртыш, они остановились и стали служить шаду, и когда их стало много, они уже стали расселяться по горам, и образовали вот эти семь племен. А что вы можете сказать о термине булгара? Ну, термины булгара, это самоназвание, общее самозназвание волжских татар, и вообще слово булгар, оно означает речные и городские люди. Но эти татары, которые обычно называются древними татарами, они не являются главными и основными предками татар Волго-Уральского региона, так как они массово не переселялись на территорию Волгской Булгарии. А древние татары, пишет Закиев, ни монголо-татары, ни ордынские татары, ни тартары, они не были современными предками булгаро-татар. То есть он говорит о том, что если мы говорим о том, чтобы отличать татар Татарстана от других татар, то мы будем говорить не просто о татарах, а о булгаро-татарах. Поэтому здесь вот такая есть маленькая разница. Но нужно сказать, что Закиев также отмечает, что после того, как Иван Грозный захватил Казань, то вот Мишары и кусаны татары, которые проживали в этом казанском ханстве, они стали уже как бы единым народом. И после этого можно говорить о том, что татарская нация, она как бы имеет в своем составе представители двух диалектов. Это Мишары, которые говорят на агузском языке, и татары, то есть кусаны. Ку это означает белый, саны, суны это означает гуны, то есть белые гуны, говорящие на копчакском языке, на языке, о котором говорят татары, башкиры, киргизы, казахи. И нужно сказать, что современные Мишары это Булгар. И в 7 веке нашей эры в Булгар стали наведываться арабские путешественники. И они писали о том, что здесь проживает народность Машары, который говорит на тюркском языке. Но, как отмечает Закив, этот французский исследователь Дюфереми, который перевел этот источник, он никогда не был на территории Татарстана, не знал, кто такие Мишары, то есть Машары-то Мишары, но знал о венграх-мадьярах, мажарах. И поэтому он делает ложный вывод из этого источника о том, что мажары, мадьяры жили тоже на территории реки Волги и Камы. И что якобы Мишары и мадьяры это один народ. Но это, как отмечает Закив, это все неправильные версии. А по каким критериям обычно делят булгары-татар? Булгары-татары делят по нескольким критериям. Во-первых, это по историческим регионам. Это, например, Казанские, Архангельские и так далее, которые живут в своих регионах. Также по конфессиональной принадлежности. Это мусульмане и христиане, это Мишары и татары. И третье, это по современному расселению. По современному расселению татары делятся на аборигенные и не аборигенные. Аборигенные это те, которые живут на своих исторических родинах. Например, Оренбургские, Башкатерстанские, Татарстанские. А те, кто не живет на территории, они являются диаспорой. То есть, например, узбекистанские татары. Кульчат Жавкатова, а когда на территории Узбекистана появились татары? Татары, исторические связи татар с народами Средней Азии, они очень древние. Известно, что Волжская Булгария, это X-XIV век нашей эры, она имела дипломатические и торговые связи, очень крепкие с народами Средней Азии, со странами Средней Азии, особенно крепкие с харизмом. И в связи с этим эти связи укреплялись уже потом и в XV-XVI веках. И после разгрома Иваном Грозным, во время Казанского ханства в 15-16 века, после разгрома Казанского хана Иваном Грозным, многие татары, которые проживали в этом ханстве, они стали мигрировать в другие страны, в том числе в Среднюю Азию, потому что они боялись этой христианизации насильственной. И, конечно же, народы Средней Азии приняли татар очень радушно, не только потому, что там у них была общая вера, общий язык, но и потому, что они, естественно, были гостеприимным народом. И нужно отметить, что эти связи укреплялись потом уже и в XVII веке, и в XVIII веке. Например, в XVIII веке, в 1740 году, был российско-торговый караван из Оренбурга в Ташкент под руководством татарина Шубая Арсланова. А в 1794 году 8 купцов из Омска в Ташкент через Бухару направились с караваном, в составе которого было 80 верблюдов. Но когда они дошли до Бухары, хан Бухары не пропустил их в Ташкент, потому что он это мотивировал тем, что там опасны очень дороги. Но несмотря на то, что такие происходили неурядицы, были препятствия на пути развития торговых взаимоотношений между Россией и странами Средней Азии, тем не менее российское правительство очень стремилось укреплять эти связи торговые и активно привлекало к этому торговых татар. Но кроме того, что были еще торговые, причинное появление по торговле в Средней Азии, еще традиционно татары приезжали сюда для того, чтобы учиться в медресе Бухары и Самарканда. А где сложилась самая большая татарская община? Самая большая татарская община сложилась в XIX веке в окрестностях Ташкента. Это сейчас район Сергилии. И нужно сказать, что татары, которые поселились здесь, они бежали от страха попасть в рекруты и от насильственной христианизации. И когда они здесь поселились, у них, конечно, не было пахотной земли своей, и поэтому они промышляли извозом арбакеши и также разводили сады и огороды рядом с своим домом и продавали картошку, квас, кумыс и так далее. Кульчиха Шавкатовна, а как называли татар местные жители в начале XX века? Местные жители татар называли ногаями. Это традиционно было название, и все поселки, где было многочисленное татарское население, они называли ногайки шлаками. К началу завоевания Туркестана России, то есть к 1865 году, здесь проживало до 5000 человек татар, и значительное количество татар, оно пришло в Туркестан с царскими войсками и в качестве солдат и офицеров. А те, кто не служил в армии, они работали здесь маркетантами и переводчиками, а женщины занимались шитьем, выпечкой, кулинарией, в том числе и на продажу. Большая волна миграции татар наблюдалась затем в Туркестан в 20-30-х годах XX столетия. Причиной этого было, во-первых, раскулачивание, а во-вторых, голод по Волжи, который сильно затронул татар, и они вынуждены были мигрировать. Следующая волна была, значит, это годы войны и послевоенные годы. Послевоенные годы, нужно сказать, это были 50-60-е годы XX века, когда в Ташкент, особенно в Узбекистане, в Ташкент ринулась волна без паспортников из Татарстана, сельской местности. И они работали на любой непрестижной работе, на которую не хотели работать местные жители. Это были вагоновожатые, кондукторы, тяжелый физический труд, например, строительные рабочие. И потом уже последняя, можно сказать, волна такая массовая. Это годы переслойки, да, наверное? Нет, это землетрясение, годы землетрясения 1966 года. Это когда большая волна не только татар, но и представителей других национальностей приехали сюда, мигрировали. Ну, а уже сегодня нужно сказать, что уже как бы миграции таких волн не было татарских. Да, наоборот, были некоторые, может быть, сказать, годы перестройки отток татарского населения. И, тем не менее, до сих пор еще здесь татаров достаточно проживает количество, много, да. И они расселены дисперсно. То есть они сейчас нет таких вот отдельных кишлаков. Ну, в основном, это вот токотание расселения. Понятно. Горяча Рушавкатовна, татарская и узбекская кухни, мне кажется, она очень похожа. Что вы можете сказать о пищевой культуре татар? Отвечая на этот вопрос, это очень интересный вопрос. Действительно, действительно, татарская и узбекская кухня, они очень похожи. И вот сейчас я начну рассказывать, и вы увидите это. Отвечая на этот вопрос, я бы хотела оттолкнуться от болгарской версии происхождения татарского народа и сказать о том, что согласно этой теории древние татары, от которых произошли современные татары Татарстана и вот этого региона Волга-Уральского, они расселялись как бы в двух этноконтактных зонах. Это первая зона, это лесной север, и вторая зона, это степной юг. И нужно сказать о чем, что когда мы говорим о характеристике, об особенностях национальной культуры любого народа, мы выделяем как бы несколько факторов главных. Одними из них являются, первое, это, во-первых, образ жизни, второе, это природная среда, и третье, это географическое положение. Вот то, что географическое положение, о чем я сказала, это вело к тому, что между этими двумя, скажем так, контактными зонами появились как раз-таки очень ранние торговые взаимоотношения. И татары, одни из первых людей, узнали, что такое рис, то есть стали употреблять в пищу рис, ягоды, сухофрукты, пряности. А то, что татары проживали вот в этих двух этноконтактных зонах, то говорит о том, что был как бы с одной стороны кочевой, кочевые это были татары, которые всю жизнь кочевали со своей семьей, со своим скрабом, а с другой стороны это были скотоводы и земледельцы, ой, извините, собиратели и земледельцы. И поэтому как бы хозяйственная направленность этих двух этноконтактных зонах была связана с земледелием и была связана с животноводством. И поэтому в рационе как бы переплелись и мучные, и мясомолочные продукты. Если говорить о мучных продуктах, то здесь мы можем говорить о таких продуктах, например, как болеш, учпучмах и так далее, да, там чак-чак. А если мы говорим о мясомолочных, то есть, например, о мясных, то любимым мясом как раньше, так и теперь является баранина. Но она, конечно, не, как сказать, не играет такую вот исключительную роль, как у узбеков и казахов, но тем не менее она вот в рационе присутствует. Еще наряду с этим они очень любят мясо говядины, мясо, значит, конины, а также мясо двух, ну не двух, а вообще домашних птиц. Это куры и гуси. Канина употребляется? Канина тоже употребляется татарами, да. Очень интересно. Ну, я еще хотела... С зеленью. А, с зеленью? Да, продукты, вот, печеные зеленью, у них тоже наблюдаются. Ну да, есть все, печеные зеленью есть, и все это, как бы, и вот эти птицы, да, эти пирожки. Да, да, потому что живем по соседству с татарами. Ну, я хотела еще вот одно, кое-что еще заметить, что были и запреты тоже в татарской национальной кухне, то, о чем мы говорим, что, во-первых, первый запрет был связан с общим запретом мусульманским, это не потреблять пищу мясо свиньи, а с другой еще были запреты, связанные с страной, это запреты, связанные с национальной культурой самих татар. Татар — это нежелательное потребление в пищу домашних птиц, таких как сок, вернее, не домашних, а диких птиц, таких как сокол и лебедь, потому что они считались священными птицами, да. Что вы хотели сказать еще в заключении сегодняшней темы? Ну, нужно сказать, что в заключении я хотела бы сказать, что тема происхождения татар, мишар, она очень сложная, несмотря на то, что многие именитые ученые, внесли большой вклад в изучение этой огромной проблемы, важной, и хотела бы также сказать, что успешное решение проблемы возрождения и развития наций, как в целом, так и в Узбекистане в частности, зависит от адекватного и правильного воссоздания национальной культуры народа, национальной истории народа. Понятно, спасибо за интересную информацию, рады были вас видеть, Гульчахра Шавкатовна. Спасибо вам, спасибо. А в конце передачи я еще раз напомню, сегодня нам о происхождении татар рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований Национального центра археологии Академии наук Республики Узбекистан, Зунунова Гульчахра Шавкатовна. Оставайтесь на телеканале «Узбекистан Тараха». Субтитры создавал DimaTorzok